МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом высоком уровне спортсмены Гомельской области вернулись с наградами с 10-х балтийских юношеских игр. Уличные бои. В Гомеле прошел второй этап чемпионата по стритболу «Оупен-стрит». Рекорды скорости и пределы прочности на бывшем аэродроме в Зябровке состоялся «Моторфест». 26-й чемпионат Беларуси по гандболу стартует 2 сентября. Уже обнародованы календари мужского и женского первенств. Гомеля начнут новый сезон выездным поединком против столичного «Витязя». Женская дружина ждет в гости Берестия. Между тем, обе дружины начали подготовку к грядущему игровому году. Выход из отпуска ознаменовали чествованием обеих команд. Напомню, что в минувшем сезоне обе дружины поднялись на пьедестал национального чемпионата. Мужчины четвертый год подряд завоевали бронзу. Женская команда и вовсе повторила успех сезона 2015-2016. Гомельчанки подтвердили статус победительниц Балтийской лиги, Кубка и Чемпионата Беларуси. В новый сезон не без кадровых изменений. Алексей Ушал перебрался в столичный скам. Денис Волынцев решил податься на легионерские хлеба. Это спорт и перемены, это нормально. Немножко нервничаю, волнуюсь, уезжаю. Могу сказать точно, это не Беларусь. Это подальше. Как подпишу, дам знать. В обойме томожа Чаттера также новички. Пока главное приобретение – украинская разыгрывающая Леся Смолинг, перешедшая из львовской голычанки. Присматриваются к местным воспитанницам. Потери же более серьезные. Завершила игровую карьеру Наталья Платанович. Прекратили сотрудничество с клубом россиянки Юлия Голубева и Оксана Артамонова. Юлия пробует свои силы в одном из европейских чемпионатов. Оксана решила сделать паузу. И хочется остаться, и нужно немножко сделать мне перерыв. На самом деле я не ухожу в другую команду, я просто беру паузу в спорте. Все возможно, что после Нового года, может быть, я здесь и окажусь вновь. Поэтому в связи с состоянием здоровья пока что приняли такое решение. Я думаю, что оно пойдет на пользу мне. Секционная работа продолжается. В ближайшее время, как пообещали в клубе, без новичков не обойдется. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» готовится к предстоящему сезону в одном из санаториев в поселке Чонки, недалеко от областного центра. Под руководством Сергея Цыганкова гонболисты тренируются в двухразовом режиме. С утра команда приезжает в Гомель. В легкоатлетическом манеже – беговая подготовка. Вечерняя тренировка проходит уже в Чонках. В межсезонье команда пополнилась молодежью – пятью воспитанниками гомельского гонбола. Андрей Климовец, Игорь Кожедуб, Дмитрий Бегун, Эдуард Ярош и Алексей Корловский осваиваются в первой команде. Вернулись в строй Глеб Степанов, Александр Буйкевич и Дмитрий Смоликов. Это, несомненно, усиление. Гонболисты из-за серьезных травм пропустили практически весь минувший сезон и уже успели порядком соскучиться по гонболу. Стараемся влиться в состав и показать хорошую игру, достойную. Задача для себя на сезон – поддержать команду в чем смогу, помочь, постараться помочь команде, чтобы занять второе место. Предстоящий игровой год обещают быть очень насыщенным. Во-первых, меняется схема проведения чемпионата страны. Стадию плей-офф упразднили. Так что теперь не будет проходных матчей, каждое очко на вес золота. Увеличится и количество самих игр, в том числе и против сильных соперников. БГК имени Мешкова стартует в чемпионате с первого этапа. А лимит на легионеров поможет навязать борьбу лидеру. В этом году обещают быть сезон интересным в плане чемпионата, потому что по новой схеме мы проводим его. Я считаю, что если так посмотреть, то это, наверное, будет оптимальная схема. Я тоже хотел играть без плей-оффов, гладкий чемпионат. Да, возможно, всякие неожиданности, но, тем не менее, при гладком чемпионате все-таки за каждую игру нужно будет бороться, чтобы не терять очки. Потому что плей-офф подразумевал под собой, и спортсмены это понимали. Некоторые игры можно было где-то расслабиться, в нужных играх собраться. То есть здесь нужно будет весь, все игры, во всяком первого круга до четвертой играть в полные выкладки. И очки, учитывая, что очки переходят в следующий этап, их терять просто нельзя. Еще один фронт Еврокубки. Команда Сергея Цыганкова заявилась в кубок вызова ЕГФ. В 1-16 финала соперником гомельчан будет вторая команда Исландии Вестманаэйр. Первая встреча состоится 18 или 19 ноября в Гомеле. Через неделю ответная игра уже в Исландии. Команда, если так взять, опытная. Опытные люди играют, мужики, можно так сказать. Команда заняла второе место в прошлом году в чемпионате Исландии. Честно говоря, мы еще не готовились к ней, просто информационную посмотрели. Поэтому ближе уже, наверное, к октябрю месяцу начнем изучать более подробно соперников. На паркет Гомельского дворца игровых видов спорта гонбол вернется уже совсем скоро. С 8 по 10 августа в областном центре состоится традиционный международный турнир. Кроме хозяев, участие в нем примут Гродненский Кронон, Запорожский ЗНТУ ЗАС и недавно созданная команда из Москвы. Пока держится в тайне название этого коллектива, однако ожидается, что это будет серьезный соперник, в составе которого немало известных гонболистов. Так что турнир обещает быть весьма интересным. Продолжаем гонбольную тему. В эти дни сборная Беларуси У-17 проводит сбор в Гомере. Девушки под руководством Игоря Чеброва готовятся к матчам чемпионата Европы в группе «Б». Мы посетили одну из тренировок белорусской команды. Вместе с тренерами и гонболистками оценили шансы на попадание в топ-16 команд Европы. 16-17 лет – важный период в жизни начинающего спортсмена. Приходится делать выбор – окончание школы, дальнейшая учеба. Не всегда удается совмещать это со спортивной карьерой. К тому же юным талантам непросто найти себя в большом спорте. В белорусском гонболе прилагают усилия, чтобы не потерять перспективных спортсменов. Касается это и подопечных Игоря Чеброва. Они уже многие определились. Девочки 2000 года уже закончили в этом году школу. И сейчас у них идет последняя стадия поступления в ВУЗы. Большинство из них определились с командами. Кто-то будет защищать через Градничанки, кто-то остался в БНТУ. В прошлом году они представляли, почти все девочки играли за БНТУ БелАЗ, за вторую команду. Некоторые из них останутся в Бресте, тоже будут представлять свой регион, Брестский регион. То есть практически все девчонки 2000 года, но здесь присутствуют еще девочки 2001-2002 года рождения. Они еще определяются, еще имеют год на определение. Ну все как бы при командах, все в этом будут как бы на виду. То есть они все будут, никто не потеряется. И в принципе большинство, 99% наверное останутся в гонболе. И как бы в дальнейшем будут на оке главного тренера национальной сборной, чтобы в будущем пополнить ряды нашей команды. По словам Игоря Чеброва, наш областной центр для проведения сбора подошел идеально. И спортивная база, и медобслуживание, и бытовые условия на должном уровне. Среди гонболисток сборной есть и гомельчанки. Снежана Снежко выступает за РГОР БНТУ, однако сама родом из нашего областного центра. Хорошо, что в Гомеле здесь привычнее, чем в Минске, потому что больше сборов было где-то на выезде. А в родном городе я почти не тренировалась, только когда давали задания дома. Дома работала, а так, да, мне нравится, что и нам всем нравятся хорошие условия. В обойме главкома 19 гонболисток. Этот состав на данный момент оптимальный. Удалось собрать вместе всех сильнейших. Провели такую большую работу с девчонками, по именно доезду сюда только тех, которые на сегодняшний момент сильнейшие. И даже скажу больше, даже есть некоторый резерв, такие девочки, которые находятся в запасном. И они тоже не выключены из общей обоймы, они тоже готовятся в своих клубах в индивидуальном порядке и тоже готовы в любой момент подключиться. Гомельский сбор – это второй цикл подготовки. Нагрузка на гонболисток большая, по две тренировки в день. Работа над физикой и тактикой. Семью Потами тут не обходится. Однако конечная цель – выход в сильнейший дивизион мобилизует. Подстегивает и конкуренция. В Литву, где состоится чемпионат континента в группе «Б», отправятся только 16 гонболисток. Ну, тяжело, но мы же летом тоже не отдыхали. Как бы для себя тоже работали. Не на сборах, а сами. Моментами тяжело бывает, но в принципе хорошо. Готовимся к отборочному. Надеюсь, все получится. Континентальный форум пройдет с 13 по 21 августа в Литовской Клайпиде. Соперницы белорусок сборная Турции, Италии, Португалии и Грузии. Группа не из легких. Наша группа из всех четырех групп самая сильная. Ну, так, по составу это уже такой объективный факт. Но, тем не менее, мы как бы этого факта не превышаем. Мы все равно готовимся дать бой, все равно готовимся выиграть. Я знаю, что Португалия готовится в течение года. Этот возраст очень активно готовит. В 98-й год показал, что они тоже вышли из группы и тоже добились права. Ну, естественно, будут 2000. Тем интереснее будет соревнование, тем интереснее будет борьба. Потому что и итальянцы готовятся, и турки готовятся. И та же Грузия, которая тоже показывает, что уже начинают девочки уметь играть в гонбол. Девушки также понимают, что права на ошибку нет. И про недооценку соперника речи не идет. Больше страх на нас наводит это Португалия в связи с 98-м годом. Мы на них посмотрели. Ну, надеемся, что мы сильнее и все же будем готовиться. Сбор в Гомеле завершится 1 августа. После команда отправится в Польшу, где проведет три спарринга. А уже после главный экзамен – чемпионат Европы. Пожелаем нашим девушкам удачи и веры в свои силы. Стрекоза Полова. Названия хорошо знакомы любителям уличного баскетбола. Эти стритбольные фестивали уже успели завоевать авторитет у спортсменов. И вот свои соревнования появились и в Гомеле. На площадке у Ледового дворца состоялся второй этап чемпионата города по стритболу «Оупен-стрит». Организаторы турнира – баскетбольный клуб «Сош» и «Полеская баскетбольная лига». Идею вынашивали несколько лет, и нынешним летом задумка стала реальностью к радости любителей уличного баскетбола. Я уже старенький, но для меня больше атмосфера моей молодости и детства. Позвонили товарищи, попросили прийти, так сказать, поиграть, постоять возле кольца, как говорится, потому что бегаю уже с трудом. А сама атмосфера – праздник спорта, праздник молодости, здоровья. Среди участников, кстати, были и действующие баскетболисты. Баскетболисты в нулечные баталии дают опыт, который после пригодится в зале. Достаточно сложно играть 10 минут. Опять же, очень интенсивная игра. Если в баскетболе у тебя есть время отдохнуть, фолт, тайм-аут, еще что-то, здесь больше интенсивность идет, побыстрее играть. Спортивный дух присутствует на любых площадках. Организация достаточно неплохая. Я не была на первом туре, который проходил, но сейчас организация хорошая, команда много заявилась. Также девочки приезжают из областных центров. Уровень средний, я бы так сказала, невысокий, как на стрекозе и на полове, если сравнивать. Но если развиваться в этом направлении, я думаю, у нас все получится. Первый этап OpenStreet состоялся 17 июня. В нем приняло участие около 40 команд. Второй этап прошел в июле и был не таким массовым, однако не менее интересным. Организаторы учли опыт и уменьшили количество категорий до трех – мужчины, женщины и юниоры. Заявки подали почти два десятка команд. Форма проведения турнира такова – сначала игры в группах, после плей-офф. Причем каждый тур – это отдельный мини-турнир. По итогам четырех этапов лучшие дружины в каждой категории будут сражаться в гранд-финале. Во втором туре участников примерно столько же, сколько в первом. Чуть-чуть меньше, ввиду, наверное, отпусков и не очень солнечной погоды. Однако мы все равно рады видеть, что есть любители баскетбола, которые готовы прийти поиграть, независимо от погоды и времени года. Во втором этапе женский зачет возглавила команда «Дружба» в составе Марины Раковской, Ольги Копыловой и Дарьи Потупчик. У мужчин победила дружина «Зеленый змей». Ее цвета защищали Александр Копачев, Илья Щерба, Артем Станкевич и Даниила Даськов. У юниоров сильнейшей стала команда «Пауэр» в составе Артема Ильющенко, Константина Сацука и Алексея Ковалева. Третий этап чемпионата «Опен-стрит» состоится в августе. Неорганизаторы уверяют, что с каждым разом уровень проведения будет расти. Тем более, что планы насчет турниров далеко идущие. Мы с каждым разом замечаем какие-то минусы в нашем проведении. Но я думаю, мы их исправим и приведем на такой серьезный уровень. Скажем так, мы стремимся сделать даже этот турнир или чемпионат, можно сказать, международного уровня. Пригласить и российских наших коллег, и украинских. В Бресте 7 по 9 июля прошли 10-е Балтийские юношеские игры. Белорусские спортсмены собрали внушительный медальный урожай. 258 наград, 130 из них золотые. В программе 10-х Балтийских юношеских игр было 16 видов спорта. За медали боролись почти 1300 спортсменов из 11 стран. Среди победителей немало представителей нашего региона. Мы встретились с некоторыми из них. Как всегда, на высоте были представители гребли на байдарках и каноэ. В составе сборной Беларуси 7 представителей Гомельской области. Шестеро из них поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета. Триумфатором Балтийских игр можно назвать мозырского каноиста Никиту Огородного. Я шел дистанцию 1000 метров одиночку, 1000 метров двойку, я шел одиночку 200 метров и двойку 200 метров. У меня все четыре золотые медали. Я там был первый. В этих же дисциплинах выступал еще один мозырянин Егор Сущик. Он также четыре раза поднимался на пьедестал почета. Правда, золото в его активе только одно – в заплыве одиночек на 200 метров. Также он увез из Бреста три серебра. Я там никого не знал, и каждый соперник по-своему силен. И в любой, как говорится, может выскочить неожиданный момент. Приняли нас очень хорошо. Организация соревнований была на хорошем уровне. И мне очень все понравилось. Три золотые медали в соревнованиях каноистов в активе мозырянина Владислава Шахницкого. Его землячка Анастасия Жук дважды стала чемпионкой. Отличились и байдарочники. Спортсмен из Рогачева Роман Захаренко выступил практически со стопроцентным результатом. Четыре дисциплины, четыре медали. Три золота и одно серебро. Примечательно, что Балтийские игры были дебютом рогачевского спортсмена на международной арене. Я выступал на Балтийских играх на четырех дистанциях. На трех занял первые места. Ну, 200 мне в одиночке не удалось выиграть, потому что не ожидал, что литовец так сильно выступит. Ну, я планировал второе место занять. Но я планировал, что наш белорус будет первым. Но я его получилось так, что обогнал. Не хватило, ну, подготовки, наверное, не хватило. И настроя боевого. Гомельчанка Ирина Шкрет на Балтийских играх собрала медали всех достоинств. Подняться на пьедестал не удалось только в одной дисциплине – заезде двоих на 200-метровой дистанции. У нас не очень хорошая подготовка была к этому сезону. Мало сборов было, может, поэтому где-то что-то не доработалось. Ну, будем стараться выше, лучше. Мощно выступили и гомельские боксеры. Победителями стали Максим Паньков, Дмитрий Бальков, Денис Лопушанский, Артем Петров, Арина Лозбенева, Виктория Телеман, Полина Линая и Виктория Ковалева. Также на счету воспитанников областного центра Олимпийского резерва единоборств пять серебряных и одна бронзовая медали. Восемь первых мест – это достойный результат. И достойный результат для нашей области и для нашей страны. Я скажу, что это весомая лепта в развитии и в дальнейшие результаты, которые будут, надеюсь, на международной арене. Удачным турнир получился для Максима Панькова. В финале он победил своего обидчика в бою за золото первенства Беларуси могилевчанина Вадима Волчика. И теперь Максим претендует на поездку на чемпионат Европы, который пройдет в Болгарии. Надо было выиграть по-любому Балтийские игры. Почему? Ну, потому что у меня весь финальный соперник был, которому я проиграл на республике. И вот я его сейчас выиграл. И будет решаться, кто из нас поедет на Европу, на чемпионат Европы. Также на поездку в Болгарию, кроме Максима Панькова, претендует еще три чемпиона Балтийских юношеских игр. Из Гомельской области у нас, по-моему, три человека уже стабильно отобралось. Это Петров в 46 килограмм, это Лопушанский в 75 килограмм и Бальков, по-моему, да, Бальков в 56 килограмм. То есть три человека от Гомельской области – это престижно. Стоит отметить, что в медальную копилку сборной Беларуси на десятых Балтийских юношеских играх свой вклад сделали и представители других видов спорта из нашего региона. Это академическая гребля, легкая атлетика, волейбол. Сборная Беларуси заняла первое место на чемпионате мира по тайскому боксу, который в мае впервые проходил в Минске. Это третий чемпионат в истории любительского тайского бокса, который проводится за пределами Азии. До этого его принимали Россия и Швеция. Изменится ли система тренировок в связи с такими достижениями? И включением тайского бокса в олимпийскую семью? А также с какого возраста можно заниматься муай-тай и каков потенциал Гомеля, расскажет Катерина Сапельникова. Сейчас Гомельский клуб «УДО», который находится в приз дюшер номер один БФСО «Динамо», начал подготовку к осеннему чемпионату Европы по тайскому боксу. Защищать спортивную честь страны поедет трое бойцов. За 24 года существования школы система тренировок здесь налажена и позволяет растить чемпионов. Первое, что мы работаем, мы всегда работаем на защиту. Это техническая база, физическое укрепление, в общем-то, спортсмена. Приходят ребята, новички, они начинают работать над координацией, над физическим укреплением, над технической базой. Вот на этом строятся, в общем-то, тренировки. А все поединки, которые проходят на тренировке, они в основном проходят в режиме лай-контакта. То есть, многих почему-то пугают, вот это изначально, если мы придем, какой-то травматизм, вот этот вот испуг, он многих ребят удерживает от прихода в зал. На самом деле, это неправильно. Муай-тай – это просто спорт. Нельзя сказать, что он более опасен, чем другие виды. В отборе на чемпионат мира бойцы Сергея Евгеньевича заняли два вторых и одно третье место. Я там стал третьим, ну, первый бой выиграл нокаутом, и второй проиграл чемпионом мира. Так что не стыдно. Тайским боксом Артем занимается всего лишь год, при этом уже известен своими достижениями и характером. Даже на тренировочном поединке тренер предупреждает – давай без этих твоих штучек. Есть такой термин в спорте – дисциплина бьет класс. Вот одному вроде бы дается, то есть, вот он как бы, ну, смотришь, вот все дается, но он разгильдяй, вот, может тренировки там прогулять. Это обычный ребенок пришел, вот вроде ничего, но он ходит каждый день, он ходит каждый день. Вот чаще вот эти дети, которым вот сразу все дается, они чаще всего дальше уже и не проходят. А эти набирают фундаментальную базу, и от этой фундаментальной базы, чем больше фундамент мы заложим спортсмена, тем выше эту пирамиду можно потом построить. Соревнования начального уровня проходят среди детей 8-9 лет. Но здесь у Сергея Евгеньевича есть экспериментальная группа для малышей 6-7 лет. При этом не только чемпионаты, но и тренировки проходят с максимальной защитой – жилет, шлем, капа, бинты, перчатки, щитки на голени. Это уже дети моих учеников, которые уже, да, клубы у нас, в общем-то, мы работаем в рамках «Динамо», то есть «Дюшор-1». Они уже их приводят, Сергей Евгеньевич, возьмите. Вот мы сформировали новую экспериментальную группу. Таиландскому боксу все возрасты покорны. Прийти в клуб и стать чемпионом можно всегда. Сейчас лучшие бойцы готовятся не только к чемпионату Европы, но и к ежегодному гомельскому турниру «Короли ринга», который в прошлом году собрал более 200 участников. Но, конечно, вершиной спортивного боя станет Олимпиадом. И если такое произойдет, нам есть что там показать. Мы заняли первое командное место на чемпионате мира. Вот весь наш потенциал, о чем мы можем говорить. Фитоняшки – модное спортивное направление, которое имеет огромную армию последователей. Героиню нашего следующего сюжета Анастасию Шкрабкову можно смело отнести к этой фитнес-категории. Но за красивой фигурой и призовыми местами в чемпионатах стоит огромный труд. Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью Александру Лупиненко. Ежедневные тренировки по несколько часов, кардио, фитнес и, безусловно, силовые. Примерно так выглядит стандартное расписание гомельчанки Анастасии Шкрабковой. Роман со спортом у нее начался еще в подростковом возрасте и успешно продолжается сегодня. Я занималась спортом, у меня за плечами 6 лет акробатики, разряды имеются. И, к сожалению, из-за травмы мне пришлось спорт прекратить. И в период восстановления я поняла, что мне нужно все-таки чем-то заниматься. И как-то меня судьба направила в зал. Были еще танцы, работа в шоу-балете. И потом уже с шоу-балета пришла в зал, так сказать, поддерживать форму, подтянуться. И в итоге это вылилось в то, что вылилось, собственно. В чемпионство, в бодибилдинг, в работу над собой. Сейчас в спортивной копилке Насти немало титулов и наград. Многие из них республиканского и европейского уровня. Из достижения у меня чемпионства Республики Беларусь, Кубка Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу. И чемпионство, первое место тоже. Открытый кубок, Iron Lion Cup. Он считался международным, поскольку там принимали участие несколько стран. Вот, заняло первое место. И третье место в абсолютной категории. Это значит, среди всех чемпионов ты занимаешь какое-то место тоже. К этому списку также стоит добавить и то, что Анастасия Шкрабкова вошла в топ-15 спортсменов на престижном чемпионате в Санкт-Петербурге. Как признается спортсменка, путь этот далеко не легкий. Да и среди друзей и родных не все сразу восприняли одобрительно желание Насти подружиться с гантелями и штангой. На самом деле, первое время было очень тяжело. Никто не хотел понимать человека, который занимается непонятно чем, спортом, который предназначен для мужчин, казалось бы. И я начала заниматься этим тогда, когда это только начинало набираться обороты, еще не было такого жиротажа и в интернете, и в принципе в жизни. И как-то было диковато. Друзья долго привыкали к моему образу жизни, долго привыкали, и родители долго привыкали. Но сейчас уже некоторые подтянулись даже. Достигнутые результаты приходится постоянно поддерживать и держать себя в тонусе нелегко. Но Настя справляется. Я уже привыкла к такому образу жизни, но бывает накрывает так, что сладкого хочется очень сильно. Но есть некоторые манипуляции, так сказать, с которыми можно справиться с желаниями. То есть давить себя приходится периодически, особенно после соревнований, когда идет период восстановления, организм был обезвожен, ему надо скорее восстанавливаться. Он просит все, что лежит неровно. А вот сердце нашей красавицы пока свободно. Не нашелся еще тот, с кем и гантели потягать, и по душам поговорить. Если честно, боятся. Очень боятся. Даже бывает хороший парень, все здорово. Но из-за того, что он стесняется, либо боится подойти, как-то вот наши дороги расходятся. Ну или общение заканчивается там на подъемах гантелей. Ну что ведь неинтересное. В планах у Анастасии Шкрабковой – покорение новых вершин и завоевание титулов. Конечно же, самые престижные соревнования – это Олимпия и Арнольд Классик, на которых бы мне хотелось побывать. Не буду загадывать, конечно, когда. В этом сезоне, наверное, уже не поеду. Но в следующем сезоне буду очень стараться. И хотелось бы еще побывать на чемпионате Европы. Программа «Старты и финиш» желает Анастасии удачи и продолжит следить за ее успехами. 9 июля аэродром в Зябровке превратился в площадку, на которой собрались самые красивые и необычные автомобили и мотоциклы из Белоруссии, Украины, России, Литвы и Латвии. Здесь прошел 9-й международный автомотофестиваль «Моторфест-2017». С подробностями Михаил Садовский. Во вторую субботу июля на взлетно-посадочной полосе бывшего военного аэродрома собралось около 6 тысяч зрителей. Солнце, скорость, адреналин громко, заявляли афиши «Моторфест-2017». И нужно заметить, что организаторы мероприятия не обманули. Как по заказу, погода порадовала участников. Зарядившие до этого дожди прекратились. Ну а разнообразие самых ярких представителей зарубежного и отечественного автопрома сразу же бросалось в глаза. Оргкомитет фестиваля подготовил две большие сцены и светодиодный экран, на котором транслировали самые важные моменты со всех площадок. А посмотреть было на что. Сегодня здесь на мероприятии целых четыре площадки. Такого в Гомеле еще никогда не было. Первая, конечно же, самая главная – это площадка дрэг-рейсинга, на которую мы смогли принять более 50 пилотов. При том, что заявлено было 65 участников, но не все смогли доехать. Кто-то поломался в последнюю минуту. Но, тем не менее, для Гомеля это очень большое количество. Дрэг-рейсинг – гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра от четверть мили. По сути, эта дисциплина является гонкой на ускорение, проводящейся на прямой трассе. На соревнованиях в Зябровке заезды проводились в семи классах. О результатах по порядку. В классе «Форвард-стрит» первым стал Александр Хурсанов из Минска на автомобиле «Додж-неон». Гость из Костромы самолетов Андрей праздновал первенство в классе RWD-стрит. Один из самых ярких представителей фестиваля, Тигран Арушанов, который выступал на Audi RS7, поднял чемпионский кубок в разделе AWD-стрит и самом престижном классе «Абсолют». Атма-стрит покорился Иверсу Нолли из Риги. Также нужно отметить гомельчанина Павла Дроздова, который занял второе место в этом классе. Также сегодня здесь площадка дерби, автобои. Впервые в Гомеле мы все-таки договорились с организаторами из Минска. Они приехали, делают интересное шоу, на которое пришло посмотреть большое количество зрителей, что очень приятно, значит, не зря старались. Также мы сегодня запланировали и проводим тайм-атак, скоростные гонки, на которые тоже, я смотрю, очень много желающих посмотреть пришло. Автоклубы устраивают борьбу между собой. И третья, последняя площадка – это площадка автозвука. Посетители мероприятия смогли вдоволь насладиться шоу и увидеть, сколько труда вложили участники фестиваля в свои машины. Например, только после установки дополнительного профессионального аудиооборудования машины тяжелеют почти на 200 килограммов. Но ведь если болеешь автомобилями, то болеешь всерьез и надолго. Занятие автомобилями занимает львиную долю, так скажем, жизни, потому что это не только хобби, это и работа у некоторых связана с автомобилями. Это все приходит, я думаю, вообще, наверное, с детства. Все же видели фантики турбо и гонки по телевизору, как все это захватывает. Самых пеленок, так можно сказать. Кстати, организаторы позаботились и о самых маленьких посетителях. Для них работала детская площадка и были размещены выставочные экземпляры мототехники, за рулем которых они могли понять, каково это быть гонщиком. Словом, фестиваль удался на все сто. И пускай пока на аэродроме в Зябровке рев моторов затих, многие участники и гости уже ждут лета 2018-го. Ведь Моторфест обязательно вернется в свой десятый раз. Это событие в Гомеле ждали порядка десяти лет. И наконец-то мечты воплотились в реальность. В Гомеле открылся первый скейт-парк. Разместился он в живописном месте на новой набережной реки Сож. А именно наши гомельские скейт-бордисты. Сегодня происходит открытие площадки, открытие скейт-парка для наших гомельских ребят. Теперь у них есть свое место, где они собираются, репетируют новые трюки, для того, чтобы представлять гомельщину на республиканских и, надеюсь, международных конкурсах. Ну и, соответственно, просто, чтобы собираться, общаться, для того, чтобы жить позитивно. На площадке размером 8 на 71 метр разместились шесть фигур для катания на скейтборде, роликах и прочих мелкоколесных приспособлениях. Основными фигурами стали фан-бокс, который позволяет выполнять прыжки, скольжения, некоторые трюки и скейт-плаза, имитирующие городские препятствия. А кроме этого в скейт-парке установлены фигуры для изучения базовых трюков. Такой спорт, как скейтборд, требует огромного движа изнутри, огромной энергии. И поэтому, безусловно, наибольшее количество участников – это, конечно, молодежь. Но есть и люди старшего возраста. Я думаю, что, придя на скейт-площадку, можно будет увидеть как начинающих, так и уже профессиональных скейтбордистов города. Посмотреть на новую спортивную площадку собрались все желающие. Зрители радовали гомельские музыканты, а сами скейтеры соревновались на лучший трюк на фан-боксе, трамплине и хиппи-джампе. Завершилось открытие скейт-парка показательными выступлениями. А после мэтры дали мастер-класс и ответили на вопросы тех, кто впервые встал на скейт. На этом все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин